Здравствуйте, дорогие друзья! Рады вас приветствовать. Игровой день для второй лиги. У нас сегодня открывает матч Восток против Гулливера. Восток традиционно для себя в красной форме своей, а Гулливер преимущественно в белом сегодня. Да, небольшие пояснения по поводу ввода мяча на ауте, так как мы решили, что не все знают, как его правильно водить. Пока что мяч в руках. Человек может просить 5 метров, но эти 5 метров водятся по свистку. И если же хочется эффект неожиданности использовать, то, соответственно, 5 метров никто не выжидает, не просит, и, собственно, водится он таким образом. Геномичным, быстрым, как говорится, как придется. Нельзя не отметить, что сегодня кадровые определенные проблемы. Кадровый голод присутствует у Гулливера. Фактически они без замен. И, похоже, каждый из них, из полевых игроков Гулливера, будет стоять по голу на воротах. Ну, не знаю, посмотрим, конечно. Как будут развиваться события. Ну, чувствуется, я думаю, что определенный кадровый голод. И поэтому Восток просто обязан воспользоваться своим численным преимуществом. Душиться. Да, за счет того, что их больше, за счет того, что все-таки физически они должны чувствовать себя лучше. Но, на самом-то деле, сейчас в Гулливере та самая боевая четверка есть. Это Коваль, Федина, Фрига и Тарасенко Леонид. Это люди, которые, наверное, за все этот этап времени, который у нас присутствует в Гулливере на соревнованиях, сыграли больше всего игр. Особенно, что касается Фриги и Федина. Да. Наверное, 85% где-то игр они смогли покрыть своим присутствием. Однозначно стоит это отметить, конечно же. Но, правда, что немаловажно отметить, так это то, что сегодня у нас Саша, Александр Федина, в фейс черном. Не нравится ему белый цвет. Решил он протестовать против этой системы. Думает, возможно, не фартит из-за этого. И оделся во все темное. Так как недоволен он пока что незавоеванными очками во второй лиге. И хочет поменять это все. А подскажите, в девятом номере сегодня кинуло просто два. Кубышкин и Панкратов. Денис и Вадим. Панкратов. Панкратов, спасибо. Бесконечные ожидания «Свитка» в начале первого тайма. Начинается все-таки у нас игра. Сразу же Фрига устремляется очень оптимистично в атаку. Синных пробрасывает. Пытался, как пробиться, увы, не получается. Бобровник пытается разогнать атаку. Удар. Горышков форирует. Угловой. И безумно динамичный старт. Такое впечатление, что команды все уже сыграли минут семь. Чувствуется, что легко двигаются на ногах. Посмотрим, как это скажется. И мне кажется, что, наверное, по игре первыми минутами все-таки будет за Гулливера. А потом уже, конечно, все перейдет к востоку. Так как численное преимущество на его стороне. Синных сыграл Нандаренко. Тот проходит. Яковлев не точно. Вбрасывает мяч. Тарасенко Леонид сегодня в роли подстраховывающего на воротах. Пролегал кипера. Будут ли подключать его пятым? Фрига. Да, поборол с ним Яковлев. Но цветка нету. А вот здесь выборол Сафаров мяч. Но Тарасенко вовремя вынес. Там поднять надо. Ожидаем, пока. С трибун подадут мяч. Некорректное введение аута. Потому что, похоже, за линией был мяч. Разыграли Саржуфрига на Коваля. Возвращает обратно капитану команды. Разгоняется Роман по флангу. Что дальше? Навязал все-таки ему борьбу там Яковлев. И не дал ничего сделать в этой ситуации. Гурушков сразу дальний заброс. Носиных. Рука. Это желтая карточка. Совсем необязательно желтую карточку. Это желтая, это красная. Волейбол нормально. Такие диалоги мы слышим. У меня сейчас иных Яковлев готовится, похоже, пробить. Или разыграть. Но посмотрим, что сейчас при тюрьме, собственно говоря. И это все-таки удар, но крайне неточный. Да и по силе, надо сказать, без такой дистанции явно недостаточно силы. Да, даже то, что голкипер у нас хоть и полевой игрок, но мне кажется, проблем это мало поставит. Дальний Боброс туда борьбу на Фригу, но, увы, до мяч не доходит. Сафаров на Бондаренко. Тут возвращает и Яковлеву. И нет, не приходит Бобровник первый на мяч, я сразу выбрасываю туда на ход Фриги, но здесь мы видим, потолкались Фриги и Бондаренко. Да, захотелось Романову потрогать спину на Ленка зачем-то непонятно, хотя это не по правилам. Коваль пытался сам пройти, увы, поставили ему по вехе. Тарасенко Леонид на Фригу, добежит ли Коваль. Тяжеловато будет, Горюшков решил разворядить обстановку здесь. Либо, возможно, не получилось у него прицельно забросить. Мяч приходит к Гостоку, Сафаров. У-у-у, не получилось. Не забросит туда на Фриги, но до него мяч не доходит, Горюшков по итогу забирает. Сразу же вводит на Синых. Тут из Бондаренко выигрывается, не проходит передача, Бобровник разгоняется. Можно обручать Кове, Коваль. Мне ведь классно передачу на Коваль отдал, но мне кажется, Коваль не бежал уже, как-то рывка не было. Похоже, Яков Лев в отчаянном таком касании выбил и получил травму, вот такое впечатление. Андрей потерял! Главой, это гол. Забивает нас. Бобровник, Владислав. Бобровник, Владислав, забивает у нас на четвертой минуте. И еще становится 1-0 в пользу Гулливера. Похоже, не проследили за ним на угловом, а там, похоже, получили какую-то очень неприятную травму. Яковлев Руслан подвернул ногу и, наверное, шлигали на стол. Дальний заброс туда принимает Хизниченко, а что дальше? Обработал мяч хорошо. Сбрасывал на Кондратенко, но не точно. Нет, все-таки мяч стоит за Кондратенко, иди на тут какие-то перекусы. Второй фолк со стороны Гулливера. Синых пытался обыграть. Коваль снова они встретились. И Коваль дважды уже остановил. Можно, в принципе, было пробивать здесь Бондаренко, но он не рискнул. Отдал на Синых, и Яков разгоняется, продевал туда Нататенко, но на его мяч не дошел. Спокойно подстрахал здесь Горышков Иван. Всем своим видом показывал. Рекиперовка полноценного голкипера. Да, и надо отметить, что хорошо он все-таки вписался на эту роль, я считаю. Мне кажется, многие он сейвы критически важные сделал. Синых сейчас интересно проходит, как будто бы налегке, но в последний момент Бобров не подъедается. Заброс, увы. Этот мяч пошел в никуда. Сразу же Фриго вперед на борьбу на Коваль, но Хвизниченко первый на мяче. И Сергей выносит мяч от Бау. Давайте. Пытается Коваль зацепиться. И пробивает. Пробивает Горышкова. И забивает еще один мяч. На шестой минуте забивает у нас Коваль, Роман. Счет становится 2-0 в пользу Гулливера. Разыгрывает Восток Снегрополя. Во второй раз уже в этом тайме. Бондаренко. Пытался там. Доратенько пробиться. Снова мяч у Бондаренко. На Панкратова. И вот чуть-чуть немножко неточная передача. Не поняли друг друга. И похоже еще и... Нет, мяч сейчас за Востоком. Давайте, пацаны, можно? Я готов. Решил отыграть через дома. Горышков ищет кому передачу отдает. Кондратенко пытался пробить офигенно. По мяге. Вот Бондаренко разгоняется. И что дальше? И штанга. И это гол. 2-1. Показалось, что Кондратенко увидел мяч перед собой. И такой, почему бы не забить? Так не спеша. Забил, но сделал счет 2-1. На восьмой минуте забивает нас Кондратенко Андрей. На девятый. На девятый. Перебирайте. Один этого, один встречается. Счет 2-1. Сокращает разрыв Восток. Вот сейчас хороший момент у Бобровника. Горышков парировал. Грамотно он сокращал зону. И это принесло свои подвиги, мы видим. И нет, этот не проходит этот мяч. Хорошо сейчас врывался на самом деле Бобровник. Были шансы у него забить. Кондратенко. Он на ногах быстро бегает. Семных. Сбрасывал обратно. Мяч доходит до Панкратова. Все-таки в итоге. Ну, какой-то вялый. Явно удар получился. Не разобрать сейчас Коваль с Вединой. И мяч, переход к Востоку. Семных. Продолжать перепасовываться в Восток. И... Ай-яй-яй-яй. Ну и приближается все такими методами. Плотный такой, постарелый, с стороны Федины. Семных, пацаны. Разгоняется, что предпримет. Пытается раскачать Федину. Удается пройти. Но тут сразу же на него набрасывается Бобровник. И вдвоем с Фединой они все-таки забирают у него мяч. И вот сразу же воспользуется ситуация. Здесь Бондаренко Александр решил пробить и сорвал аплодисменты с линии запасных скамейки. Которой, правда, нет. Будем говорить, что считать она виртуальная. Тарасенко пробивает на Коваля. Сцепился, что предпримет Роман. Пытается пробиться сам. На корпусе оттеснял. Даже еще и пробил. Опасненько выглядел этот удар. Но точности не хватило. Можно протянуть вперед. Продевает туда вперед на Сафарова. А ведь можно было протянуть вперед, потому что все-таки Федина на самом-то деле держал дистанцию определенную. И зона, как говорится, была открыта. Дондаренко пробивал. Семьих, ну что он пытается за счет индивидуального мастерства порешать. Но тяжеловато. Тут уже пытается Коваля выиграть мяч. Нет, остается за горюшком. Какое ускорение горюшка сделает. Сафар, напротив давай. Ну и не точная передача. Абрамов возвращает. А Коваля не возвращается. Продолжает быть впереди. А ведь нужен своим партнерам. Я думаю, он ждет обрезки. И получить мяч. Ждал. Решать. Ждал. Но пришел все-таки вернуться в это вот. Восток. Дальний заброс туда. В сторону Абрамова. Но похоже, некорректное ведение аута у нас было. И поэтому мяч приходит к Гулливеру. Лежи, пожалуйста. О-о-о-о. Тарасенко, Леонид едва не обеспечивал Восток прекраснейшим моментом. Но в последние секунды реабил ее. Вспомнил, что играет за Гулливер, как говорится. Но это небольшая минутка юмора от комментаторов. Фидина. Заброс туда на Бобровника. Первый на мяче был явно Горышков. Он продемонстрировал, что не стоит идти в борьбу Владиславу. Ну и Владислав решил, я так понимаю, сохранить силы на самом деле. Гулливер сейчас перекусывает. В первый фол с стороны Востока. Оваль Роману мяча. В принципе, хорошая позиция. Мы знаем, что у него плотный удар. Может он и пробить, и можно и разыграть. Здесь туда на дальнюю забросить. Посмотрим, что предпримет. И решил все-таки бить. Двойной рикошет. Мяч остается за Гулливером. Ромаш с мячом. Будет бить. Удар не точно. Атака с иных. Есть зона. Решил он все-таки пробить. Ну, крайне не точно удар, если это удар. А не прострел. Тарасенька, недалеко. Брасывает. Вперед. Как обработал. Коваль, посмотри. И удар. Ай-яй-яй-яй-яй. Явно недоволен тем, что произошло. Он, мне кажется, немножко поспешил здесь в этой ситуации. А мне кажется, делал все правильно. Просто удар не сложился. Может быть. Нам тут легко судить на комментаторской позиции. Снова коваль на раз эту борьбу. Но на все раз уже с фолом. 3-1 по фолам. А вот же спишет. 3-1 по фолам. Горышков. Удар Перехладина. Играем, играем. Ну ничего себе был удар. Сочный. Очень сочный. Нокаутировал и всех своих таким ударом. И заставил, я так сказать, замлеть. Сумик перекусывает. Но фрика тут как тут не дает развить атаку. Вдвоем они там с Ковальем. А почему пас не отдал на Ковалья Романа? Блестяще там сейчас отыграл здесь Горышков. В этой ситуации, я считаю. Сделал все, что от него зависело. Чтобы не увидеть третий мяч в своих воротах в первом тайме. Играй, 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 играй. Брамов. Брамов. Решил спорить через бон. Сафаров. Происункует его фрига. Очень много касаний. Сафаров. Но все-таки заработал. Четвертый фолд своей команды. Играть нам на самом деле еще около 5-6 минут. Поэтому, возможно, мы еще увидим 10-метровый в этом тайме. Таренко попрещает Горышкова к атаке. Тут пытается пройти сам. Далековато отпустил. Хотя замысел был. Они таймал просили. Они же таймал просили. Вовремя просят таймал. Гулливер, я считаю, как раз самое оно, чтобы им передохнуть. И еще 5 минут посоздавать проблемы настоящей Востоку. Мне кажется, что мы видим уже какой-то определенный намечается перелом. Потому что силы не бесконечны у игроков Гулливера. А у Востока пользуются своими заменами и своим численным преимуществом. Да, и наладили они свою игру. Явно прибавили. Чувствуется, конечно, сегодня не хватает Торпова. Да и Шкаленко, я думаю, Александр не хватает. Да, эти два игрока отделали очень, может, как говорят, на определенном футбольном жаргоне ветер. Ну и, соответственно, посмотрим, конечно. Ну, пока что все идет к тому, чтобы Гулливера удержал, как мне кажется, свое преимущество. А возможно даже и были шансы, на самом деле, забить еще гол. Но он блестяще отыграл на воротах Горышков. И не дал, воспользоваться теми моментами, которые у Гулливера возникают. А Восток потихоньку-потихоньку приближается. Я думаю, во втором тайме, где-то середины, они смогут измотать уже окончательно Гулливер. Как думаешь, Антон? Оправдается ли мой прогноз такой? Ну, мой прогноз изначально был такой, если ты помнишь, что первые 10 минут будет за Гулливером, а потом будет куда сложнее. Но я думаю, что все же я остаюсь верен ему и, соответственно, твоему тоже. Ванч, ты можешь наладить времени на нас работы. Так и гри на... С Гуришков вводит мяч в игру. Бондаренко сейчас с мячом, чтобы предприметь неточную передачу. Но все-таки остается мяч за Востоком. Можно продолжать играть. Включает Хисниченко. Кто-то возвращает обратно на Бондаренко. Интересная передача, но, увы, неэффективна она была. Один в один, но долго. Бондаренко отработал до самого конца. Ребилитировался в определенном смысле. Угловой для Гулливера. Никуда не спешит Роман, потому что знает, что... Время играет в их пользу. И, как любая передышка, нужно ей пользоваться. Конечно же. Фрига пытается пробиться. Даже ударил. Горюшков парирует. Хисниченко. Что предпримет? Это дает такую интересную передачу. Он нашел везде калитку. Ну, вот... Пасик, пасик, пасик надо. Борец здесь. Федина, Фрига, можно разгонять. Передача проходит на коваль. Это пробивает. Но Бороданенко сблокировал этот элдуар. Тарасенко, Леонид Дальний навес. Как я понимаю, на Коваля. Ну, Хисниченко переводит на угловой. И вот уже лежал просто горышком. Ну, все чисто. Грамотно все сделал. Забрал. Синых сразу же взрывается. Хочет прыгаться по фронту. Фрига не дает ему пройти. И сразу же бросается сам в атаку. Интересно пробрасывает. Но здесь уже поборолосся с ним Синых. И дает стуки флоу. Второй флоу со стороны Востока. Регистрирует рефери. Опасная позиция. Вот уже Фрига ставит мяч. Я думаю, что он как раз и будет пробивать. У него тоже хороший удар, на самом деле. Да. Андрей, ближе к няше селка. Просто сейчас из-за того можно бить. Удар. Удар был слабый. И не думаю, что таким образом хотел пробить Фрига Роман. Возможно, было нижний рикошет какой-то от стеночки. Мяч покидает пределы поля. Если бы стеночка подпрыгнула, и мяч прокатился. О, тут опасно будет. Но такое бывает там в большом поле чаще. Синых подключат к атаке Бондаренко Александра. Тут ищет возможность для атаки. Придется возвращать на Якова. Да, он так и делает. Вырезал передачу в направлении своего партнера. Но не прошло. А вот сейчас? Нет, тоже не проходит передача. Это на Кондратенко. Не играть остается последняя минута. И... Угловой. Уже там по ноге получил все-таки Сафаров. Но обошлось без травм. И слава богу. Будет он как раз и вводить мяч в игру. Бондаренко возвращает на горышку. А тут явно не то, что он планировал здесь получилось у Ивана. Ты по игроку нашел. Андрей! Бубровник поднимает мяч на Феддину. Мяч покидает пределы поля. Бондаренко уже готовится вести его игру. На Севных. Вот Коваль поборос. И нужно разгоняться. Решил пробить. Ну и точно. Как те предыдущие два удара. Пока что не туда, куда хотел. Бьет в дальний от себя угол. И за в сторону ворот. Разгоняется. Дальше Сафаров. Последняя минута у нас идет. Дальний заброс Сафарова. Тут груди опускает. Но, увы. И тут сразу же Коваль включается в атаку. Но вдвоем Бондаренко и Сафарова стали помехи. А вот здесь неприятное очень столкновение. Ну два Салада. Отложенный фол. Белые. И фол. Красные. 5-3 по фолам. Таким образом у нас. Потому что отложенный фол был со стороны Голливера. И здесь уже фолили против Фриги Романа. 5-3. Внимательно нужно быть в востоку. Потому что следующий фол будет пробиваться. Расконцентрировались, мне кажется, голливерцы. И начали играть в такой неконтролируемый пас. Больше на открывание, на какие-то индивидуальные качества. Но первый тайм оканчивается. Счет 2-1 в пользу Голливера. Продолжение следует.